Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня мы расскажем вам об одной из самых популярных мексиканских актрис. Женщине, вокруг которой всегда бушуют сплетни и скандалы. Женщине, которая сделала для популяризации мексиканского кино и телевидения так много, что уже можно при жизни ставить ей памятник. Ее знают во всем мире. Журнал Time назвал ее самой выдающейся латиноамериканской актрисой. Кроме того, она очень неплохо поет и, как певица, выпустила 10 миллионов дисков. Не каждому удается добиться таких результатов, скажем прямо. Это легенда Мексики – Лусия Мендес. Родилась Лусия в 1955 году, и в этом году ей исполнилось 58 лет. Хотя некоторые источники уверяют, что она родилась в 1951 году и, следовательно, ей уже 62 года. Но, казалось бы, пора успокоиться, а нет. Не на то напали. Лусия – женщина чрезвычайно активная во всех смыслах и скучать публике не дает. Несмотря на то, что Мендес – актриса очень хорошая, в последние годы с работой ей не везет. Может быть, Лусию подкосила вето, которому ее более чем на 10 лет подвергла телевизор за съемки в новелле «Мария Елена» на «Телемундо». Мендес даже пыталась работать на «Ацтеке» из «Вечной соперницы» телевизоры, но большого успеха не достигла. А может быть, свою роль сыграла не совсем удачная личная жизнь. Короче говоря, не все так весело у Лусии. За последние несколько лет она сыграла второстепенные роли в сериалах «Мой грех», «Полная любви» и «Надежда сердца», а также выпустила альбом совместно с певцом Хуаном Габриэлем. Но полемику вызывали не эти достижения, а череда непрекращающихся скандалов. Первый из них случился на показе модели модного дизайнера, где Лусия сцепилась с экзотической танцовщицей Сильвии Плесковой. Но ее можно понять. Лусию, можно сказать, народную артистку, Мексики, поместили в гримёрке вместе вот с этой. Сильвия – девушка скандальная. Она на этих делах собаку съела. Так она пробралась в гримёрку Фернандо Колунги и предложила ему сняться вместе с ней в эротическом календаре. Представляете степень нахальства? Ферн велел вывести приставалу. А она потом делала удивлённое личико и лепетала довольна, что ничего не сделала, только вошла. А вот Лусия не сдержалась и устроила громкий ор на весь Мехико. Сильвия потом подсчитывала прибыль и раздавала хамские интервью, где говорила, что Лусия выжила из ума, что у неё климакс, что в её-то годы пора забыть о подобных мероприятиях и выглядеть на свой возраст. Короче, кончай молодица. Но кое-что в этом справедливо. Лусия действительно одержима погоней за молодостью и сделала десятки пластических операций, которые отрицают самозабвение. Клянётся, что ни одной и никогда. Народ хихикает и даёт ей ласковые прозвища, типа хирургии Мендес. И это ещё хорошо. Любит всё же. Нинель Конде вообще получила прозвище Шишель Силиконде. Хотя, если в 58 лет, а тем более в 62 года, женщине удаётся выглядеть так, как Лусия, то пусть называют, как хотят. Периодически Лусия вспоминает славу покорительницы мужских сердец и выдаёт новые имена в своём, так сказать, доджанском списке. А там у неё народу полно. Практически всё мужское население Мексики. Мало кто остался не охваченным. Она всегда говорила, что устоять перед мужчинами просто не способна. Вот только несколько имён из списка её побед. Сальвадор Пинеда, Валентино Трухильо, Педро Торос, в браке с которым родился сын Педро Антонио, бывший муж Летиси Кальдерон Хуан Каядо, который, впрочем, сам ещё тот ходок, Артура Хордан, брак с которым длился до 2007 года, певец Винсенте Фернандес. И это только малая часть. В 2010 году Лусия порадовала публику, что вновь люблена, и её избраннику лет поменьше, чем ей. Причём намного поменьше. Отношения были идиллическими, и она даже хотела усыновить ребёнка. Она объясняла это своё намерение тем, что её сын Педро Антонио гей, и у неё нет никакой надежды стать бабушкой, а хочется. Лусия даже обратилась к публике и к прессе с просьбой найти для неё подходящего младенца. Но самый громкий и шизофренический скандал случился летом 2010 года. Муж певицы Юрии, Родриго Эспиноса, поскандалил с Лусией на похоронах её матери. Лусия неосторожно заметила, что приёмная дочь Юрии очень напоминает саму Лусию в молодости. На что мужик просто взорвался и наорал на Мендес. Она была в шоке, так как это были похороны её матери, церковь, полонароды и всё такое, ну, поскандалили и забыли, Ан нет. Юрий собирает пресс-конференцию и говорит, что Лусия сама виновата, так как была пьяна. И сошло бы всё это с рук, но тут появилась и сама Лусия. Вырезала на сцену и сказала Юрии всё, что думает про неё и про её мужа в частности. Она назвала его торговкой рыбы, а её подкаблучницей. Юрий вызвала охрану и Мендес вывели. Но последнее слово осталось за Лусией, так как она объяснила прессе, что, может быть, и выпила чуточку или больше, но исключительно по поводу. А несправедливости ни в трезвом виде, ни в пьяном она не потерпит. И вообще, она Лусия Мендес, даже если будет со швабры пол мыть. А Юрий дворняга, который до Лусии, когда Китая ползком. Через некоторое время выяснилось, что знаменитая пресс-конференция была заключительным аккордом. А начало было незадолго до этого, когда Юрий и Лусия повздорили в ресторане из-за отношения к религии. И тут всплыли потрясающие воображения факты. Много лет назад они обе были членами сатанинской наркотической секты, где, по слухам, приносились человеческие жертвы. Юрия была очень огорчена и говорила, что Лусия генерирует скандалы. Лусия устраивает пьяные скандалы. То из-за своих операций, то с Вероникой Кастро, а теперь она открыла рот и про наркосатанистов, что было 21 год назад. Не будь такой банальной и иди поработай, я все сказала. Ну, с выпивкой и с наркотиками у Лусии действительно проблемы. Она неоднократно была замечена в соответствующем виде. А ее заклятая подруга Ита Тикантораль, которая сама поддать не дура, обвинила Мендес в том, что та плотно сидит на кокаине. А еще бывшая одна подруга Патрисия Романи обвинила Лусию в том, что та с утра до ночи курит марихуану. Ну, что ж, как говорится. Лично дело каждого, что со своей жизнью делать. Ну, а как же Юри? Тетки долгое время не желали общаться. Юри даже отказалась участвовать в одной программе с Лусией, которая называлась Дезмадругарус. И Лусия блистала там одна. Правда, Мендес делала попытки помириться, говоря, что милые бронятся, только тешутся. И получилось. Они помирились, слава богу. Кто знает, что там могло еще всплыть. Но если вы думаете, что Лусия такая кроткая овечка, которую все обижают, то горько ошибаетесь. У Лусии язык как бритва. И пользуется она этой бритвой мастерски. Последний жуткий скандал на эту тему случился в прошлом году. Лусия разоткровенничалась парикмахерской. А парикмахер, не будь дурак, взял и отнес запись журналистам. Ой, кому там только не досталось от Мендес. Сложно сказать, кого она не упомянула ни злым тихим словом. Ну, а что такого? Кто нынче не злословит? Вы что, не любите сплетничать? И еще пара тройков случаев из бурной жизни нашей любимицы. Два из них связаны с антепризой «Ночи кабаре». Публика стала как-то плохо ходить на спектакли, что разоздила Лусию неимоверно. И она стала выливать раздражение на танцующих, которые решили объявить забастовку в знак протеста. Вторая неприятность приключилась, когда Мендес обвинили в воровстве сценических костюмов. Ну и что там за сокровища были? Небось, это Армани? Ну, правда, пришлось вернуть взятое. А вот последний случай просто не поддается никаким комментариям. 4 сентября Лусия посетила Венецианский фестиваль. И в сеть попал отфотошопленный снимок, где рядом с Джорджем Клуни вместо Сандры Буллок красуется синьора Мендес. Оказалось, что это творчество председателя ее итальянского фан-клуба. Но публика и пресса были в восторге. Одним словом, что такое не везет и как с этим бороться. Да и здоровье не железное. Лусия чуть не умерла от перитонита. Слава богу, ее вовремя госпитализировали. Короче говоря, укатали сивку крутые горки, и Лусия решила, что хватит. Она заявила, что уходит на заслуженный отдых, потому что не хочет умереть на сцене. Ну и правильно. Уходить надо достойно, не вызывая смешков и язвительных комментариев. И пусть она останется в памяти зрителей потрясающей красавицы и великолепной актрисы. На сегодня это все. Подписывайтесь на наш канал. До новых встреч!